Иисус Вечно твой Господь Иисус пришел на землю Мир спасенья людям дать И уставшим от борьбы дать силу Чтобы нищим и убогим Путь к богатству указать Возлюбил тебя навечно твой Господь Старая жизнь моя на кресте Новая жизнь моя во Христе Жизнь или смерть, смерть или жизнь Ты выбирай и крепче держись И претерпевший все до конца Снова увидит славу Отца Жизнь или смерть, смерть или жизнь Ты выбирай за Иисуса держись Он пришел, чтоб в артемель Увидел солнце яркий ручь Вдолом-сиротом стать другом и отцом Небесный свет спасенья Засияет из-за туч Чтоб сказать угроба Лазарь выйди вон Старая жизнь моя на кресте Новая жизнь моя во Христе Жизнь или смерть, смерть или жизнь Ты выбирай и крепче держись И претерпевший все до конца Снова увидит славу Отца Жизнь или смерть, смерть или жизнь Ты выбирай за Иисуса держись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, используй каждое мгновение Этой встречи для Твоей славы Господь, используй это время Для воплощения Своих целей Высвободи вновь Дух Своей истины Приведи нас откровением К вратам Твоего Царства Я молюсь о том, чтобы Ты говорил каждому Господь, я прошу, чтобы Ты обновил во мне Твой дар от учения И я заранее благодарю Господь за то, что Ты сотворишь среди нас И все это мы говорим во имя Иисуса Аминь Да благословит вас Господь Присажитесь, пожалуйста Для нас самих является большим ободрением и освежением Быть вместе с вами Я уже с нетерпением жду завтрашнего дня Но сегодня вечером я хотел бы поговорить с вами о месте бизнеса, деловой активности в Царстве Божьем Почему деловая активность занимает столь стратегическое место в Царстве Божьем Я пришел к Господу и принял спасение, когда мне было 23 года Это было в Соединенных Штатах И мы с моей женой приняли спасение практически в одно и то же время С самого начала мы посвятили свои сердца и жизни тому, чтобы делать, чтобы Господь не призвал нас К чему бы Господь не призвал И практически в ближайшее, в первые же месяцы недели нашего спасения Господь призвал нас на служение И с самого первого момента Господь влагал в наши сердца понимание того, что мы будем Ему служить не в Соединенных Штатах, но за Его границами Нашей мечтой было посетить два места, быть в двух местах В Японии и в конечном итоге, конечно же, в Израиле Это тот план, который Господь открыл нам изначально И на протяжении, по прошествии всех этих лет, я могу сказать, что Бог был верен и Он провел нас по этому пути Но перед тем, как мы могли стать эффективными служителями Мы должны были быть сами наставлены в Нем Поэтому в начале, я в течение двух лет учился в библейской школе в Техасе И это было прекрасное место, в котором ученичество в Господе началось в моей жизни Я могу сказать, что каждый из людей Царства Божия должен быть научен Его Царствию Без всяких исключений Если вы последователь Иисуса, вы должны стать также и учеником Иисуса Ученик Иисуса является, по сути, тем человеком, который наставлен, научен в том, как слышать голос Божий и желающий следовать за Ним Ученик Божий – это тот, кто отсекает от себя грехи прошлого Потому что Бог перевел нас из тьмы в Царство Света Но свет – это не является чем-то естественным для нас Поэтому должен быть определенный период наставления для каждого из Его детей Для того, чтобы мы научились ходить во свете И это не такой уж простой и само собой разумеющееся Это трудно Это требует жертвенности Это, по сути, требует всех ресурсов наших внутри нас Потому что на этом пути Господь испытает нас Для того, чтобы узнать, поистину ли вы принадлежите Ему И Он будет испытывать нас на нашем жизненном пути Путь ученичества – это узкий путь Но мы никогда не сможем изменить наш мир, если сначала сами не станем учениками Божьими И для меня первые эти два года в библейской школе были годами моего ученичества Но даже по окончании библейской школы я понял, что у меня продолжает оставаться еще глубокий Вопросы, которые я так и не понимаю в отношении Библии Я знал, что мне нужно познавать, учиться больше После этого мы переехали в Калифорнию, где я стал посещать семинарию В то же самое время я посещал и был частью большой, исполненной духом церкви И там в этой церкви я стал учеником пастора Или молодым пастором И в этой церкви ученики, они были служителями, слугами Мы делали все, что только нам пастор не говорил И это было прекрасное наставничество для нас Моя мечта была в том, чтобы получить ученую степень Для того, чтобы быть рукоположенным на служение в церкви Чтобы Господь послал меня как служителя Евангелия Мы двигались в этом направлении И на этом пути моя машина на скоростной дороге сломалась И у меня не было никаких денег для того, чтобы отремонтировать ее Я был бедным студентом, который еле-еле сводил концы с концами И я сказал, Господь, если ты хочешь, чтобы я тебе служил Мне нужны деньги для того, чтобы жить как-то И Господь, Он услышал мой призыв И через короткое время мне предложили работу Мой друг предложил мне работу в компьютерной компании На тот момент я ничего в своей жизни еще не делал с компьютерами Но мой друг верил, что Бог может сделать чудо И я начал работать, учиться и составлять программы для компьютеров И Господь таки да, сделал чудо И я вдруг обнаружил, что у меня это получается Более того, я понял, что мне это нравится Мне нравилось сидеть, составлять программы Потому что в сравнении с людьми машины это очень простая вещь Ты говоришь машине, что делать, и машина это делает В служении ты говоришь кому-то, что тебе нужно сделать то-то и то-то И может быть, он еще сделает это Тебе нужно убеждать человека, что так нужно поступить Для того, чтобы он действовал, этот человек Нужно разрешать внутренние глубокие конфликты в его жизни В компьютере все просто Сказал, сделать, он делает Мне это нравилось И я начал работать в этой компьютерной компании И Господь начал продвигать меня После этого я стал программистом, после этого одним из младших менеджеров И после этого они начали отправлять меня в разные страны Для того, чтобы там я учил людей, как работает наша продукция И к этому времени я как раз уже заканчивал свою учебу К тому времени я был уже рукоположен на служение И церковь была готова послать нас, чтобы мы изменили весь мир И это было в 1982 году И мы знали, что мы сначала поедем в Японию И каким-то образом мы верили, что Бог все-таки приведет нас и в Израиль Но у нас не было ни малейшего представления о том, как это произойдет В 1982 году Япония была самой дорогостоящей страной для жизни И мы хотели служить в Токио Токио была самым дорогим городом в мире Я знал это из школы Я был новичок после школы, никто меня там не знал У меня не было никаких заслуг в служении И теперь я должен был идти из церкви в церковь Делиться тем видением, которое у меня есть И просить у них, не могли бы они поддерживать меня Выделяя мне несколько долларов в месяц И когда бы я насобирал достаточно поддержки Людей, которые готовы были бы финансировать меня Я тогда мог бы переехать И я понял, сделал небольшие подсчеты И я понял, что у меня займет как минимум пять лет Для того, чтобы обойти всех и насобирать какую-то сумму Таким способом С другой стороны, в то же самое время я работал в компьютерной компании И я подумал, возможно мне удастся найти японскую компанию Которая возьмет меня на работу И я начал посылать письма И мы молились за каждое письмо И одна компания позвонила нам И они сказали, мы хотим нанять тебя на работу И это была маленькая японская компания, которая называлась НЕС Это была компания, производящая электронику И я прошел интервью И они наняли меня на работу Более того, они оплатили наш переезд из Калифорнии в Японию И они начали платить мне зарплату И в то же самое время я нашел небольшую международную церковь И они пригласили меня служить там пастором И я начал служить пастором в этой маленькой церкви в Токио И Бог начал благословлять, церковь начала расти Мы начали там служение, когда у нас было около 15 человек Вскоре у нас было уже 50, потом 100, потом 200 В конце концов, эта церковь доросла до 300 человек Возможно, для вас это не выглядит большими числами Потому что это меньше, чем вас, сидящих здесь в этом зале Но в то время средний размер церкви в Японии было около 30 человек Поэтому для Японии это был невероятный рост И в то же самое, в рабочее время, я японский служащий И я ходил на работу, то есть костюм, как сейчас За исключением того, что у меня здесь была небольшая такая золотистая заколка Я ездил на работу на метро утром И в свое любое свободное время я служил в церкви И я не думал, что с этим есть что-то плохое Я был намного моложе, и сил у меня было намного больше И я думал, что все сведется в конечном итоге только лишь к правильному распределению времени Но вдруг я столкнулся с проблемой, когда я начал делиться этим с другими служителями Многие служители в Японии, они заинтересованы были тем, что происходит в нашей церкви, которая растет Они хотели знать, что же ты такого делаешь, что у тебя растет церковь И я всегда был рад поделиться с ними тем, что Бог делал Но в то же самое время, каждый раз, когда я говорил, что я еще и работаю в японской электронной компании Что, по сути, приводило меня в самый центр японского общества И это давало мне выглядеть хорошим в глазах китайского, японского общества Что никогда бы не получилось, если бы я был просто служителем, извините Когда я говорил о своей работе в японской компьютерной индустрии Я начинал замечать такую ухмылку на лицах служителей Моих друзей-служителей Я практически со временем научился понимать следующий их вопрос И следующий вопрос практически всегда был следующий Они смотрели на меня так с ухмылкой Они спрашивали, то есть, другими словами, ты не находишься в служении все время? И я говорил, ну, я полностью свое время Господу посвящаю Я пастор в этой церкви Бог благословляет, церковь растет Но у меня есть интересная работа в сфере деятельности, в сфере бизнеса Но чем больше я пытался объяснить им это Тем быстрее их уважение по отношению ко мне уменьшалось И через какое-то время я просто перестал говорить им о своей работе Со своими друзьями-служителями я говорил только о церкви И со своими друзьями из бизнеса я говорил о бизнесе И я начал жить раздвоенной жизнью Как будто у меня было две бизнес-карточки Как будто у меня было две личности И я пытался держать их отдельно одна от другой И я понимал, что с таким образом жизни что-то не в порядке Но я никак не мог понять, что же не в порядке И я со временем начал понимать, что между культурой служения И культурой бизнеса есть большая пропасть И я, по сути, застрял где-то в проломе между этими двумя культурами Через какое-то время я начал молиться Господу Я начал говорить, Господь, почему я не могу служить, как вот тот или вот этот Все, что он делает, это служение и все А люди благословляют его финансами за это Почему я не могу быть таким? На следующий день Я начинал говорить, Господь, почему я не могу быть просто бизнесменом? Почему я не могу просто стремиться к успеху в бизнесе? Я обещаю тебе, Господь, всю славу за это я воздам тебе Но год за годом Господь не отпускал меня так, чтобы я оставил оба этих мира И только по прошествии многих лет я начал понимать, почему Бог хотел, чтобы я был и там, и там И я начал понимать, что этот разрыв в понимании между бизнесом и служением Что-то, что начало открываться мне, я читал Новый Завет раз за разом Потому что в Новом Завете я читал это раз за разом и не мог найти этого разрыва там Я хотел найти, как же это по-настоящему должно действовать в Царстве Божьем Я хотел понять, когда я предстану пред Господом в день суда Будет ли там две очереди на небесах? Одна очередь на небеса для служителей Другая очередь для бизнесмена Будем ли мы судимы на небесах по разным стандартам? И в Библии я раз за разом пытаюсь понять, так и не находил разницы И я начал понимать со временем, что это что-то, что со временем проникло в Церковь И сейчас я понимаю, что это разделение, оно пришло из греческого образа мышления И это не еврейский образ мышления, который мы видим в Библии Потому что в греческом мышлении производится разделение между тем, что условно называется освященным и ежедневным Освященное это как бы в греческом мышлении все, что имеет свое отношение к церкви и к тому, что происходит с церковным зданием А ежедневное или обыденное получается все остальное Но вместе с этим разделением приходит также и изменение понимания ценностей И это выражается в том, что то, что освященное, это кажется лучшим То, что церковное, как бы освященное, это якобы понимается как нечто, несущее в себе большую ценность В то время как мирское, это что-то такое низкое Это не ценное вроде бы в Царстве Божьем Люди говорят, я просто бизнесмен У меня просто есть обыкновенная мирская работа Другими словами, человек, говоря так, говорит, я в общем-то, по сути, не нахожусь в служении Но в Библии я этого разделения не смог найти нигде Написано, что учителя Слова Божия, они будут подвержены более строгому суду Но нигде не написано, что бизнесмен не может быть учителем Библии И у нас есть примеры, такие как сам Иисус Который, по сути, работал наверняка на своего отца Или в столярной мастерской большую часть своей жизни И после этого он был в служении три с половиной года Или возьмите, например, апостола Павла Который постоянно не прекращал работать в сфере деятельности И, по сути, у апостола Павла служение в деловой активности было частью его служения вообще Куда бы он ни шел Он в первую очередь находил работу Прочитайте книгу Деяний Когда Павел шел в новый город Водимый Духом Святым Первое, что он делал, он находил себе работу После этого он начинал ходить по субботам в синагогу для проповеди Евангелия И когда он собирал какое-то число учеников Он с ними начинал открывать церковь И когда церковь утверждалась достаточно Он переходил в другой город И первое, что он делал в следующем городе Опять-таки находил работу У Павла была прекрасная работа Он шил палатки И в древнем мире все пользовались шатрами-палатками Но шатры или палатки в древнем мире были намного больше значимы, чем то, что мы видим сегодня Сегодня мы делаем палатки на заводах вместе с этими швейными машинами Различными материалами В то время, во время Павла, палатки, они собирались Ткались из овечьей шерсти Из козьей шерсти Я знаю, что у вас здесь также нет вроде бы недостатка В козьей шерсти Я не знаю, готовы ли вы бы сделать палатку из козьей шерсти Потому что на Ближнем Востоке палатки из козьей шерсти Это самые дорогие, самые лучшие палатки Когда погода холодная и дождливая Эта шерсть, она начинает расширяться И по сути, она становится непроникаемой Стены становятся непроницаемыми Но когда погода становится жаркой и сухой Шерсть высыхает, как бы сжимаясь, позволяя свободную продуваемость палатки И сделать такую палатку требует достаточно много снаряжения и знания Конечно, нужно знать, как из шерсти сначала сделать нити После этого эти шатры, они были сделаны по заказу То есть, каждый индивидуально делался И апостол Павел, по сути, был неплохим экспертом в производстве палаток И он был наставлен в этом еще с младенческих лет И куда бы ни пошел, он мог найти работу В современном мире, пожалуй, это можно было бы сравнить с деятельностью Павла по пошиву палаток с программистом в наши дни Сегодня, если вы хороший программист, вы можете поехать в любой город и, по сути, найти себе работу И Павел, он делал это как часть своего служения Господу И, по сути, со временем я начал понимать, что в своей жизни я делал то же самое, как Павел Частичное служение, частичное занятие бизнесом Я никогда в своей жизни не получал зарплату от церкви Но проблема во всем этом оказалась как раз в мышлении христиан Потому что они никак не могли понять это У меня был однажды пастор, друг, который сказал мне Он сказал, что это неправильно, если пастор не получает поддержку от своей пасквы Для тебя неправильно, сказал он, не получать зарплату, служа в церкви Я спросил его, а что в отношении апостола Павла? Если помните, он даже хвалился своего рода перед коринфями тем, что он никогда не был для них бременем И этот мой друг сказал, ну, это Павел, он апостол Но Павел, если помните, также сказал, подражайте мне И на протяжении лет, многих лет я жил в этих двух мирах И я начал осознавать, что у Бога есть свои цели в сфере деловой активности И я начал чаще и чаще встречать христиан, которые призваны Богом в сферу деловой активности Я начал видеть, как Бог творит чудеса в их жизнях Я начал видеть, как Бог дает им благоволение и мудрость Я начал видеть, как Бог благословляет их бизнесы И я начал видеть это в Библии И это все связано с нашим правильным пониманием Царствия Божьего Давайте сейчас вместе посмотрим в книгу Исхода, девятнадцатую главу Вы знаете, что Царствие Божие, это не было открытие или какая-то находка Иисуса Мы знаем, что Царствие Божие было главной проповедью Иисуса Иисус, да, Он всегда проповедовал и говорил о Царствии Божьем Он провозглашал Царствие Божие Это было сердцевиной Его проповеди Но на этом все не прекращалось Ибо Царствие Божие началось намного раньше С начала формирования народа Израиля Давайте посмотрим девятнадцатую главу книги Исход Прочитаем пятый и шестой стих Вот что Бог сказал народу Израиля В пустыне После того, как Он вывел их из египетского рабства Пятый стих Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой То будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля А вы будете у Меня царством священников и народом святым Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым Бог сказал народу Божьему Израилю в пустыне Что вы будете Моим царственным священством Я с вами заключу завет И часть этого завета состоит в том, что Я буду вашим царем Моисей, не правда ли, он никогда не был царем Израиля Моисей всегда был пророком Божиим, слугой Божиим В пустыне там сам Господь стал царем Израиля И Израиль стал его царством на земле Израиль был образом царствия Божьего И другими словами, с практической точки зрения, что же царствие Божье значило для Израиля? Вы помните, когда израильтяне вышли из Египта, перед этим 400 лет народ был рабами в Египте Все, что они знали, все, что было им знакомо, это рабство У них не было правительства, у них не было системы образования У них не было ни армии, ни какой-то полицейской силы Когда Израиль вышел из Египта, они не были народом в обычном понимании этого слова Можно смело сказать, что они были бесформенной массой народом сотни тысяч бывших рабов Если и называть их народом в то время, то можно было бы сказать, что это был недееспособный народ еще Более недееспособный, чем Сомалия Намного хуже у них была ситуация, чем даже с Киргизстаном У них не было никаких вообще институтов, организаций Но Бог сказал, если вы будете слушаться меня Если вы будете слушаться моего завета Если вы будете почитать меня как своего царя Я сделаю вас величайшим народом в мире Вы будете предметом зависти других народов Я сделаю вас главой, а не хвостом И во времена царя Соломона, по прошествии многих лет, это стало реальностью Господь взял эту недееспособную массу бывших рабов И Он создал из них великое царство и народ Здесь мы видим проявление силы царствия Божия Но с практической точки зрения, что же Бог такого сделал, чтобы они стали народом? Это то, что начинается из 19 главы исхода Бог говорит, я буду вашим царем, вы будете моим царством И следующее, что Господь сделал потом, Он призвал своего раба Моисея И дал ему Тору закон И Бог начал править в своем царстве по своему закону Я ожидаю, что завтра у нас будет возможность говорить немного больше о законе Божьем Но сегодня я хотел бы сказать одну вещь Если вы лишь вскоре, вскользь просмотрите закон Божий, первых пять книг Моисеевых Потому что вы знаете, что первые пять книг в Библии, это закон Божий, считайте Законы, которые Бог дал своему народу Израилеву тогда Но даже быстрый просмотр этих законов покажет одну вещь Божий закон не касается только религиозной деятельности Из Божьего закона можно научиться намного большему, чем только тому, как вести церковное служение Или служить Ему в церкви Друзья, в Божьем законе, в Божьем царстве, Его закон Он покрывает все сферы общества В Божьем законе Он говорит родителям, чему учить своих детей В Божьем законе Он говорит бизнесменам, что Бог видит, как хороший и правильный бизнес В Божьем законе Господь говорит адвокатам и судьям, как правильно судить, рассуждать людей В Божьем законе Он говорит певцам, что нужно петь И в Божьем законе мы видим целый национальный календарь Бог говорит в Божьем законе, когда какой праздник, когда радоваться, когда поститься Божий закон является сердцевиной национальной культуры Потому что Бог хочет быть тем, кто правит в каждой сфере общества своего царства Бог рассказывает в Своем законе о том, как наводить порядок в городе В Законе Божьем Он дает наставления в отношении элементарных норм медицины Заботы о здоровье Вы знаете, что в Божьем законе есть даже наставления о том, как выкопать туалет Это наверняка был бы святой туалет, мы бы сказали Но то, к чему я это все говорю Что в Божьем царстве Бог сам, Он не производит разделения между церковным и мирским В Божьем законе весь закон исходит из Его уст И то и другое благословлено и богодуховенно И Он говорит, вы будете мне святым народом Вы будете царственным священством Здесь мы видим картину, образ Царствия Божьего И это то же самое Царствие Божье, о котором проповедовал Иисус Бог правит нами не буквой закона, но духом закона Но, несмотря на это, Бог призывает каждого из нас быть частью Его Царствия И у каждого из нас, для каждого из нас есть святое призвание от Бога И лишь некоторые в Его Царстве призваны к такого рода активности проповедовать и учить И правда состоит в том, что менее 5% крестьян призваны к такого рода церковному служению Значит ли это, что остальные 95% не имеют призвания Божьего в своей жизни? Конечно же нет! Это просто значит, что они призваны к чему-то другому И мы должны идти к тому, чему Бог призывает нас И делать то, что Бог говорит нам делать Потому что каждый из нас, и я, вы, в конце жизни мы ответим пред Ним за наше послушание Иногда я думаю, что когда мы предстанем пред Господом в день суда Я думаю, что Он, возможно, даже задаст нам вопрос Когда мы стоим пред Ним И Он посмотрит на нас и скажет, ну, ты сделал это? И почему я так думаю Потому что каждый из нас впоследствии хочет услышать от Господа следующее Каждый из нас хочет услышать, как Господь ему скажет Молодец, добрый и верный раб Ты был верен в малом Ходи в мое царство, я поставлю тебя над многим Я надеюсь, что среди христиан не будет никого, кто предстанет пред Господом в тот день И Бог спросит его, ну, ты сделал то, что я тебе сказал? Я надеюсь, что никто не ответит ему, сделал что? Что я должен был сделать? Ты же не призывал меня быть пастором Я хотел быть Но ты не призывал меня быть учителем Я хотел быть учителем Ты не призывал меня к этому У меня была просто моя работа Обыкновенная мирская работа Так что же я должен был сделать, Господь? О, друзья Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы среди нас не было таких людей Однажды я был в другой стране И мне рассказали о человеке одном Он был одним из самых известных архитекторов в своей стране И мне о нем рассказали, потому что этот человек, он хотел со мной встретиться И когда мы проезжали по столице этого государства, люди говорили, вот это здание, которое он спланировал И он спланировал этот торговый центр И мне было самому интересно встретиться с этим человеком И пришел время, и мы встретились с ним за обедом У нас было прекрасное время с ним, с его женой После обеда он наклонился ко мне И он сказал, пастор, у меня есть что-то, что я хочу исповедать тебе И моментально я сразу принял такую пасторскую готовность И я думал, что сейчас он исповедует передо мной какой-то тайный грех И мне нужно будет служить ему И я сказал, ну, что ты хочешь мне сказать? И он говорит, пастор, я чувствую, что я впустую потратил свою жизнь И он сказал, почему ты так думаешь? И он сказал, потому что я так и не стал пастором, как ты Я был буквально в шоке Я не сказал это ему Потому что я был пастором, вы понимаете, нельзя было такое говорить Но вот что я подумал Неужели ты сумасшедший? Ты что, с ума сошел? Как ты человек, который смог стать лучшим в своей профессии? Ты думаешь, это стало случайно? Просто как-то так случилось, что ты стал лучшим в своей отрасли Неужели ты не понимаешь, сколько тысяч людей следят и наблюдают за тобой? Неужели ты не знаешь, сколько тысяч людей следят и наблюдают за тобой? Неужели ты не знаешь, что есть множество людей в твоей сфере деятельности, которые хотят быть похожими на тебя? Я могу учить Библию, проповедовать Слово Но в твоей стране, та сцена, та трибуна, которая у тебя есть, она намного больше, чем моя У тебя есть большое влияние Что же ты имеешь в виду, что ты потратил жизнь в пустую? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты хотел бы стать пастором, как я? Неужели ты не понимаешь, что ценное, что Бог дал тебе? Но со временем я начал понимать, что есть, пожалуй, тысячи бизнесменов, которые думают так же И все это из-за той культуры, которая заполнила наше служение и нашу деловую активность Мы так и не донесли до наших бизнесменов, что бизнес может быть частью призвания Божьего Когда мы начинаем быть послушными Божьему призванию и следовать за Ним Тогда в нас начинают разрастаться Богом данные духовные дары для этого Я бы даже не рискнул подняться сюда и учить вас без Библии Если бы я не знал, что Бог дал мне духовный дар, который работает Я не знаю, обратили вы внимание или нет, но перед каждым служением я молюсь И я говорю, Господь, обнови во мне твой дар учения Потому что это является сверхъестественной способностью И я имею эту способность по одной причине, потому что я отвечаю на призвание Божье Но факт состоит в том, что Дух Святой дает дары каждому в своем теле Возможно, ваш дар отличается от моего И это потому, что вы не имеете того же призвания, которое имею я Ваше призвание отличное Но у вас есть призвание И когда вы начинаете идти в этом призвании Когда вы начинаете быть послушными и следовать за Господом Когда вы начинаете делать то, к чему Он призывает вас Тогда вы увидите, что у вас есть дар, и может быть даже более чем один Который начнет разрастаться и усиливаться И этот дар может начать при чудесах Сколько много из вас занимаются деловой активностью, бизнесом в той или иной сфере? Вы работаете в бизнесе, вы работаете на какую-то компанию Сколько из вас получают зарплату в мире, скажем так? Я думаю, что это большинство, не так ли? Все, что вам нужно знать, это то, к чему призвал вас Господь Вы должны сделать это целью своих молитв также Потому что если Господь не призвал вас к чему-то одному Это значит, у Него есть что-то другое, лучшее Но когда вы обнаруживаете Божье призвание для себя В этой сфере вы начинаете открывать духовные дары, которые Он вам дал Я могу сказать вам с уверенностью, друзья Сегодня в сфере деловой активности Без силы Божьей не сделаешь ни шага Вы нуждаетесь в силе Божьей для того, чтобы быть Его представителем у себя дома, в школе Когда я дома, я служу пастором по местной общине И одна из моих обязанностей, это проводить служение В церковном здании Я знаю, к этому моменту я научился этого И мне нравится, когда сила Божья сходит на собрание Еще более того, мне нравится, когда Бог начинает творить чудеса в нашей среде Когда я вижу, что жизни людей изменяются и исцеляются Когда браки, когда семьи соединяются Я ищу и жажду видеть того, как Бог приносит свое исцеление Я хочу, чтобы в церкви было больше чудес Но я также осознаю и следующее Что есть еще и чудеса за пределами церкви И одно чудо, которое произойдет вне церкви Произведет намного больше эффект Чем все чудеса, которые произошли в рамках церкви В стенах церкви Представьте себе, что вы вошли в офис И помолились за кого-то больного Сидящего за соседним столом И Бог исцеляет этого человека прямо там, в вашем офисе Влияние этого чуда может быть в десять раз больше Чем если бы Бог исцелил человека в церкви Если у вас, матери, есть подростки в ваших семьях Вы знаете, что вам нужна сверхъестественная сила, чтобы воспитывать их Вам нужен дар веры Вам нужен дар развлечения духов Если вы хотите, чтобы в вашей семье выросли благочестивые дети Друзья, мы любим, когда чудеса происходят в церковных стенах Но за стенами церкви чудеса еще более важны Именно эти чудеса станут тем, что преобразует народ Это те чудеса, которые изменят наши семьи Эти чудеса будут происходить, когда люди будут ходить в призвании Божьем Мать, которая знает, что быть матерью — это ее призвание от Господа Она будет воинственной, могучей, сильной матерью Потому что эта мать может обращаться и черпать силу Божью для этого Бизнесмен, который знает, что Бог призвал его в этот бизнес Этот бизнесмен будет процветать, когда другие будут падать Потому что он знает, что он может обратиться к Богу Небес И Бог даст ему благоволение Господь откроет пред ним возможности В этом сила нашего призвания И таким образом мы начинаем влиять на изменения окружающего нас мира Я сказал это сегодня утром Что Царствие Божие и цели Царствия Божия и Господа нашего Не только в том, чтобы наполнить церкви Цели Царствия Божия состоят в том, чтобы изменить все общество И люди, которые изменяют общество — это не только пастора Работа которых состоит в том, чтобы наставлять, снаряжать на это дело И высвобождать каждого в его призвание Ваше помазание Вашу сферу ответственности И тогда окружение начинает меняться Я хотел бы сейчас поделиться некоторыми духовными и практическими инструкциями от самого Господа Как церковь может быть преуспевающей в тяжелые времена? Как мы можем даже дерзать о том, чтобы думать об изменении всего народа, когда нас всего лишь кучка? Как мы можем преуспевать в бизнесе, когда нас всего лишь вменя? Давайте обратимся к учению Иисуса Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, пятой главе Матфея, пятая глава, является началом того, что мы называем обычно Нагорной проповедью Нагорная проповедь является высочайшим, самым лучшим учением о моральных ценностях за всю историю И никогда не было иного учения, которое было бы помазано в этой сфере так, как это В пятой главе Евангелия от Матфея Иисус, который является царем в своем царстве Он говорит нам о том, каковы же ключи и принципы преуспевания в его царстве Мы должны помнить, что когда Иисус говорит о царстве Божьем То мы должны понимать, что это не просто наш друг Иисус, который дает нам советы Многие люди думают, что учение Иисуса это хороший совет, хорошая рекомендация Но послушайте, друзья, Иисус, Он больше, чем наш друг Иисус является царем в своем царстве И когда Он учит нас чему-то То, по сути, Он говорит это со властью закона И царь по милости своей, благодати своей, Он говорит нам Он говорит нам и объясняет, как работает и функционирует Его царство Если вы будете доверять Мне, слушаться Меня Я тогда сделаю вас, поставлю вас во главе, а не во хвосте Вы будете преуспевать тогда даже во времена трудностей Я подниму вас и сделаю вас примером для всех других И мы должны относиться с почтением к Иисусу как к Царю И мы должны относиться с уважением к Его словам, как мы должны относиться с уважением к Закону Я хочу быстро с вами прочитать первые 12 стихов Эти стихи, они очень знакомы, я думаю, всем нам И после этого я думаю, что мы с вами сможем увидеть один или два, возможно, важных момента Давайте начнем с первого стиха Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его Мы видим, что учение, которое Иисус дает, оно предназначено для Его учеников Для тех людей в Царстве Божьем, которые сделали посвящение следовать за Своим Царем, куда бы Он ни повел Второй стихий Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное Блаженны плачущие, ибо они утешатся Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за Меня Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах Так гнали и пророков, бывших прежде нас Это те девять так называемых блаженств, которые известны по всему миру Можно собрать целую библиотеку книг, которые написаны об этих и лишь стихах Я не буду с вами разбирать то, о чем столько много научено, столько много сказано Но я хочу выделить из всего этого нечто очень практичное Что-то практичное для вас как в служении, так и в бизнесе В этих блаженствах, в этих стихах Иисус по сути переворачивает известные нам мирские принципы с головы на ноги По сути, Иисус здесь говорит, чем ниже, тем выше Что я имею в виду? В этих стихах Иисус говорит, что слава, богатство всего Царства Небесного Царствие Божие и Его слава Вы не найдете этого Царства, если будете пытаться карабкаться по лестнице успеха Вы не найдете славу Царствия Божия, если будете стремиться приблизиться к тем, кто великий, к тем, кто прославленный Вы не сможете найти славу и величие Царствия Божия, пытаясь продвинуться только лишь по общественной лестнице Иисус говорит, что познайте, в чем есть тайна Царствия Божия Он говорит, что мы начинаем подниматься Когда мы начинаем учиться смотреть вниз Он говорит, блаженны нищие духом Кто нищий духом? Тот, кто в депрессии, блаженны, он нищий духом Тот, кто не имеет благодати Божией еще в своей жизни, он нищий духом Мы не рассматриваем таких людей, как блаженных Но наш Царь да Он говорит, найдите этих людей И там, в них, через них вы найдете Царствие Божие Блаженны, плачущие Плачущие, это человек, который что-то потерял важное для него Мы не ищем того, чтобы у нас кто-то умер Мы думаем, что в этом нет особого благословения в оплакивании кого-то Но наш Царь так считает Он говорит, найдите людей, которые сейчас в нужде, в страдании Там, возле них, вы найдете утешение Божие Он говорит, блаженны, милосердны Блаженны, милостивы, потому что они наследуют все богатства от мира И я хочу иногда сказать, Господь, не так, не так это работает Милостивые люди, что они могут дать Но наш Царь говорит, да, у них есть нечто Если вы найдете по-настоящему милостивых, смиренных людей То тогда богатства от всего мира будут возле них Блаженны вы, когда вас гонят Никто из нас не хочет, чтобы нас гнали Мы хотим благоволения со стороны правительства Мы хотим благоволения со стороны врагов наших Но Иисус говорит, когда вас гонят, вы блаженны Потому что в этом Я дам вам великую радость И принцип в том, что смотря вниз Мы находим внизу величие Царствия Божьего И что же в этом такого практичного? Вы хотите изменить свой народ? Вы хотите построить свой бизнес? Вы хотите построить большое служение? Начните смотреть вниз Найдите тех, кто нищий дух Найдите тех, кто страдает Найдите тех людей, у которых нет достаточно Найдите того, у кого нет того, что есть у вас Просите Господа Господь, помоги мне ответить на их нужду Господь, дай мне что-то, что я мог бы дать им Вы знаете, что произойдет следующее? Царь, он становится с вами в этом И он говорит, вот, возьми это И дай это им И когда ты сделаешь это, царь говорит Приходи ко мне, у меня есть больше И я тебе дам еще, чтобы ты мог дать другим И если ты будешь продолжать это делать Я дам тебе еще И еще И еще больше И больше Чем больше ты будешь этого делать Тем больше я, говорит, царь, дам тебе И вскоре Когда мы начинаем делать это Мы начинаем служить нищим Мы отвечаем, восполняем их нужды Мы приводим их Господу Если мы делаем это достаточно Через какое-то время Все политики начнут искать вас Через какое-то время Богачи начнут искать вас И они начнут говорить Мы видим, что ты делаешь Как мы можем тебе помочь? Мы смотрели за тем, что ты делаешь какое-то время И мы видим, что ты неплохо с этим справляешься И то, что они имеют в виду, это следующее Они говорят, мы видим, что ты делаешь то, что по сути мы должны были бы делать Ты помогаешь нищим Ты изменяешь их жизни Как мы можем помочь тебе в этом? Возможно, тебе нужна полицейская защита Или какие-то открытые двери Тебе нужны и фонды Тебе нужно разрешение Скажи нам, что тебе нужно Мы тебе дадим И в этом смысле неважно В служении вы или в бизнесе Это работает Потому что этот подход Представляет собой важную ценность Царствия Божьего Иисус говорит, что И среди всех законов Моего Царствия Есть два, на которых держится все Первый закон говорит Возлюби Господа Бога твоего Всей душой, всем сердцем твоим И всей крепостью твоей Но второй закон в следующем Возлюби ближнего своего Как самого себя И там в толпе Когда Иисус учил этому Там был законник Который сказал Иисус, подожди, подожди Объясни-ка мне это, пожалуйста Господь, объясни мне Кто же это он, мой ближний И Иисус в ответ Рассказал ему историю О добром самарянине Как этот чужестранец Был побит На дороге, на пути Священник, левит Прошли мимо Религиозные люди Ничего не хотели с этим сделать Но после этого Подходит самарянин И он проявляет Заботу о нем Он привел его в постоялый дом Заплатил за него Помог ему И обращаясь к законнику Иисус спрашивает Кто из этих троих Был ближний Этому израненному И ответ был явный Тот, кто позаботился о нем Иисус говорит Тогда ты иди и делай то же Это один из принципов Закона в царстве И смысл его в следующем Для того, чтобы найти ближнего Вам не нужно искать Слишком далеко Вам не нужно искать Далеко своего ближнего Потому что ближний вас Он прямо возле вас Начните смотреть на людей Которые вокруг вас Что есть у вас Чего нет возможно у него Какие нужны в их жизнях Как ты можешь помочь им Если вы начнете делать это Тогда Господь будет изливать Свой Дух на вас И Он начнет поднимать вас Чем больше вы любите Ближнего своего Тем больше власти И силы И ресурсов своих Господь высвободит Вашу жизнь Потому что таким образом Он назидает свое царствие И таким образом Вы сможете изменить Всю свою эмоцию Для этого не нужно Ходить далеко Для этого не нужно Пытаться пробиться В верхушку Просто посмотрите вокруг И начните восполнять Нужды ближнего И тогда Бог даст вам На это помазание Более того Бог даст вам возможность Створить чудеса И это однозначно Тот же самый принцип И в служении Что же в отношении Бизнеса Я хочу рассказать вам Проиллюстрировать Эту историю Кто из вас знает Какой самый Преуспевающий ресторан Во всей истории мира Я к сожалению Должен сказать Вы правы Сеть ресторанов Макдональдс Это самая Преуспевающая Сеть ресторанов В мире Можно смело сказать Что они продали Миллиарды Своих гамбургеров Но их главный успех Состоит не в этом Не с этого все началось Их успех состоит В том имуществе Которое они накопили Среди всех своих Тысяч и тысяч ресторанов Они по-настоящему Сейчас занимаются Бизнесом Риллеста Это то есть Недвижимостью И это по-настоящему Поддерживает Стоимость их компании Можно сказать Что Макдональдс Он заполонил Весь мир Своими гамбургерами Но как они начали Начали ли они Свою бизнес Как видение Огромной сети ресторанов Я могу точно вам сказать Так это не было Макдональдс Начался Его основали Два брата Братья Макдональд В 50-х годах У них был Один единственный Ресторан В Калифорнии И у них было Видение И вы знаете В чем было их видение Они хотели Чтобы обед В ресторане Стал доступен Для обыкновенных Работников Которые не могли Себе этого позволить Они посмотрели Вокруг себя На своих ближних И они видели Что есть множество Работников Которые не могут Себе позволить Пойти Пообедать В ресторане И они сказали В нашем ресторане Они сказали Мы предложим Гамбургер За 50 центов Мы сделаем Это быстро И чисто И мы сделаем Это так Чтобы вся семья Магала Прийти И отдохнуть Посидеть И покушать В нашем ресторане Первая реклама Макдональдса Состояла в том Дайте маме Отдохнуть Сходите в Макдональдс Это было их видение Они просто хотели Помочь своим ближним И этот ресторан Стал настолько популярным Что они вынуждены Были открыть Второй И они разработали Систем Для этого Систем Систем Систему производства Этих гамбургеров Очень быстро Тогда они открыли Третий ресторан И тогда к ним Пришел человек Который сказал Братьям Макдональдс Он сказал Я вижу У вас есть Прекрасная система У меня есть видение Разнести это По всему миру И все остальное Нам известно Они не начали Это С каким-то Огромным видением Для того чтобы начать Они не искали Богатых банкиров Конгрессменов Политиков Они просто посмотрели Лядом И они спросили Задались вопросом Что мы можем Сделать в нашем районе И они поймали волну Я смотрю на вас На ваш народ Многие люди Скажут У нас столько проблем Я когда смотрю на Бишкек Я вижу массу возможностей Возможностей для христиан Как вы Потому что есть столько Многих людей Которые в смятении Которые ранены И столько много Того В чем нуждаются люди Этот город Он наполнен Огромными возможностями Но первое Чему мы должны Научиться Начинать Смотреть вниз Смотреть на своего Ближнего Быть просто Послушным Заповеди Божьей На тех людей Которые вокруг вас И любить их Как самих себя И смотреть Что я могу Сделать для них Чего я хотел бы Чтобы сделали мне И возможно У этих людей Есть что-то Нет чего-то Что есть у вас И Бог даст вам Мудрость Как с этим поступить Как только мы Начинаем быть Послушными Ему Господь Начинает Изливать Свою благодать И свои ресурсы На нас Для того Чтобы мы Могли служить Ему Давайте посмотрим Два-три Еще стиха И после этого Будем молиться Давайте посмотрим На следующий Стих Нагорной проповеди После того Как в первых Двенадцати стихах Иисус переворачивает Весь мир С ног на голову Вот что он говорит В тринадцатом стихе Тринадцатый стих Он говорит Вы соль земли Если же соль Потеряет силу То чем сделаешь Ее соленая Она уже Ни к чему Негодна Как разве Выбросить Ее вон На попрание Людям Во времена Иисуса Соль представляла Особенную ценность Римские солдаты Получали Свою зарплату Солью Потому что Соль во времена Когда еще Не было Холодильников Была единственным Средством Предотвращающим Разложение Иисус говорит Иисус говорит Нам Тем Кто в Его Царстве Вы Соль земли Вы Есть те Кто противостоит Разложению Если в вашем народе Проблемы с коррупцией С разложением Если коррупция В сфере Бизнеса Если Да То Тогда Этот мир Нуждается В соли Иисус Говорит Своим Ученикам Вы Есть Соль Земли И если В нас Нет Этой Солености То Для чего Мы Пригодны Если Люди В Царстве Божьем Не Противостоят Разложению Коррупции То Тогда Иисус Говорит Вас Просто Выбросят На улицу И будут Попирать Вас Никто Не Будет Относиться С уважением Но Если Вы Станете Агентом Несущим Изменения В свое Общество Если Вы Противостанете Любой Форме Бесчести И Разложения Если Вы Станете Учениками Полными Целостности И Честности Люди Заметят Это Начнут Продвигать Вас Тогда Все Эти Менеджеры Политики Они Будут Искать Людей Таких Они Ищут Их Сейчас Поэтому Бизнесмены Должны Быть Учениками И Одна Из Проблем С Которую Мы имеем В Наши Дни Это То Что На Библейских Школах И Духовных Семинариях Все Наши Библейские Школы Практически Сфокусированы На Том Чтобы Выпускать Пасторов И В Библейской Школе Учат Тому Как Проповедовать Как Вести Служение Но Там Не Учат Тому Как Противостоять Коррупции И Для Меня Как Для Пастора В Церкви Практически Нет Шансов Чтобы Кто-то Пришел Ко Мне Со Взяткой Но В Сфере Бизнеса В Сфере Работы Это То С Чем Люди Могут Сталкиваться Каждый День Мы Должны Учиться От Господа В Его Царстве Тому Как Противостоять Коррупции Но Если Да Если Мы Научимся Этому Тогда Мы Станем Солью Земли Чем То Что Имеет Такую Ценность Что Властители Этого Мира Будут Искать Этого 14 Иисус Говорит Своим Ученикам Вы Свет Мира В Другом Месте Иисус Говорит В Евангелии Что Я Свет Мира Здесь Мы Видим Что Иисус Говорит Ученикам Нам Что Мы Вы Свет Мира Город Построенный На вершине Холма Горы Не Может Укрыться Пятнадцатый стих И зажегший свечу Не ставит ее под сосудом Но на подсвечнике И светит всем в доме Вы Свет Мира Когда вы Светите Господь Он жаждет Вознести вас Чтобы ваш Свет Был Виден Многим Как мы можем Светить Излучать Свет Шестнадцатый стих Тогда Светит Свет Ваш Пред Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Вашего Небесного Иисус Отвечает Нам Как Мы Свет Свет Иисуса И Здесь Иисус Говорит Да Светит Свет Ваш Где Перед Богом Конечно Да Мы Хотим Светить Излучать Свет Свет Но Иисус Говорит Пусть Ваш Свет Свет Перед Всеми Людьми Пусть Ваше Общество Увидит Свет Иисуса И Они Увидят Ваши Добрые Дела Не важно Где Вы Работаете Являетесь Ли Работником В какой-то Компании Или У вас Свой Собственный Бизнес Являетесь Ли Учителем В школе Не важно В чем Ваше Призвание Иисус Говорит То Что Важно Это Чтобы Ваш Свет 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 Людям Чтобы Ваш Свет 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 Кто На Вас Посмотрит И тогда Они Увидят Ваши Добрые Дела Как Мы Можем Свет Для Иисуса Каждый День Вы Идете На Работу Не Важно В чем Она Состоит И Просите Чтобы Господь Помог Вам Сделать Самым Лучшим Образом Мы Говорим Господь Я Здесь Потому Что Ты Меня Сюда Призвал И В том Месте Куда Ты Меня Призвал Я Прошу Тебя Господь Дай Мне Совершенство Добиться Стать Лучшим В Этому Дай Мудрость Дай Мне Силу Дай Мне Помазание Стать Лучшим В Своей Работе Я Хочу Люди Я Хочу Чтобы В Моем Отделении Люди Знали Что Там Есть Кто Кто Работает Для Царства Я Хочу Чтобы Они Посмотрели На Мою Работу И Сказали Вау Это По Настоящему Хорошо Иисус Повелел Это Нам Если Он Сделал Так Он Даст Вам Все Для Этого Необходим Он Даст Вам Мудрость Он Даст Вам Силу Чтобы Вы Смогли Стать Лучшим В Своей Сфере И Тогда Люди Придут К Вам И Будут Говорить И Спросят А Как Это У Вас Получается Почему Это Так Каждый День Ты Приходишь На Работу И Ты Лучший Работник Все Другие Отпрашиваются С работы Убегают Угнетенные Другие Даже Воруют От Своей Компании Но Ты Приходишь Сюда И Каждый День Делаешь Своё Дело Как Ты Можешь Это Делать Что Же Такого В Тебе Особенного Почему Ты Не Такой Как Все Можете Сказать Им Я Здесь Потому Что Мой Царь Сюда Меня Поставил И Я Делаю Хорошую Работу Потому Что Каждый День Он Следит За Тем Что Я Делаю И Босс Извини Конечно Но Я Не Совсем Для Тебя Только Работаю Для Него Потому Что Он Мой Царь Он Воздаёт Мне И Вы Знаете Что Они Могут Сказать Как Мы Можем Быть Похожими На Тебя Как Мы Можем Принять Ту Веру Которая Есть У Тебя Может Ль Бог Это Сделать В Моей Жизни Тоже Такова Она Сила Соли И Света Я Надеюсь Что Сегодня Вечером Несколько Вещей Мы С Разобрать Первое Из них Это То Что Мы Все Являемся Частью Царственного Священства И В Божьем Царстве Нет Ни Одного Кто Не Был Был Призван У Кого Бы Не Было Призвание И Каждое Призвание Оно Высоко И Ценно И Свято И Каждый Из Нас Даст Отчет Нашему Царю За Это Призвание Я Надеюсь Что Бог Влагает В Наши Сердца Этот Практичный Закон Что Для Того Чтобы В Царстве Божьем Подниматься Мы Должны Научиться Смотреть Вниз На Тех Кто Слабее Для Того Чтобы Увидеть Своего Ближнего Просить Господа Господь Дай Дай Мне Любов К Моему Ближнему Помоги Мне Любить Тех Кто Прямо Меня Окружает Рядом Со Мною Как Я Люблю Сам С С Помоги Мне Послужить Им Помоги Мне Помочь Им Подняться Ближнему Ближнему И Когда Мы Начинаем Делать Это Тогда Помазание Друзья Так Это Не Работает У Бога Есть Помазание Которое Подходит Только Вам Вы Не Можете Взять Чьё То Помазание И Другой Человек Не Может Забрать Ваше Помазание Мы Находим Сво Помазание Когда Мы Отвечаем На Божий Призыв Бог Изливает Своё Помазание Чтобы Воплотить Это И Те Духовные Дары Которые Были Предназначены И Сохранены Для Вас Бог Начинает Влагать В Ваши Руки Я Хочу Помолиться Вместе С Вами Я Верю Что Господь Двигается Среди Нас Я Верю Что Сегодня Господь Влагал В Сердца Многих Из нас Желание Услышать Призвание Божье Для Меня Я Верю Что В Этом Зале Есть Немало Людей Которые Говорят Господь Я Хочу Услышать Твое Призвание Я Хочу Войти В Твою Совершенную Волю Для Моей Жизни Господь Я Хочу Найти Где Оно Мое Помазание Все Что Нам Нужно Сделать Это Лишь Попросить Его Но Если Вы Хотите Чтобы Господь Вам Ответил Вот Требование Для Этого Сделайте Сначала Посвящение Тому Что Что Бог Не Сказал Вы Проверите Это Слово Соответствует Ли Оно Слово Божьему Помолитесь Об Это Получите Подтверждение Этого Призвания Но Когда Вы Знаете Что Таково Оно Слово Божье Для Вас Вам Нужно Решить Уже Сейчас Что Вы Сделаете То Что Бог Вам Скажет Чем Бо Это То Посвящение Которое Должно Быть В Наших Сердцах Посвящение Сделать Что Бог Не Сказал Тогда Чего Вы Не Попросили Тогда Чего Вы Поможете Молить Его О Совершенной Воле Его Вы Можете Знать Он Не Даст Вам Камень Если Вы Просите Его О Духе Святом Он Даст Вам Свою Совершенную Волю И Дух Святой Поэтому Давайте Сначала Помолимся И Скажем Господь Мы Хотим Слышать Твой Голос И То Что Ты Говоришь Нам Мы Сделаем Это С Твоей Помощью С Твоим Помазанием Господь Дай Нам Эту Благодать Сейчас Господь Когда Ты Открываешь Мне Свою Совершенную Волю Ко Всем Твоим Служителям Здесь Господь Который Говорят Тебе Господи Которые Говорят Господь Покажи Мне Твою Совершенную Волю Покажи Мне Твою Совершенную Волю Для Моей Жизни Господь Царь Мой Призови Меня Призови Меня ибо раб твой слушает тебя и то к чему ты призываешь меня я сделаю я буду жить такой жизнью и я найду в тебе свое помазание я приму мои духовные дары я буду заниматься бизнесом моего отца я буду заниматься строительством царствия твоего здесь в Бишкеке или куда бы ты меня ни послал куда бы ни послал меня мой царь мы освобождаем силу Божью здесь сегодня для того чтобы она восполнила ваши нужды чтобы он говорил к вашим сердцам мы освобождаем с действия Духа Святого Дух Святой говори в нашей жизни открывай свою совершенную волю каждому приготовь наши сердца чтобы вы могли услышать призвание нашего Господа Господь говори к нам мы услышим твой даже тихий голос твой голос который приходит в тихом дуновении но мы не сдадимся Божий голос может быть тихим но он будет настойчивым он будет скажет это еще раз и еще раз и опять до тех пор пока мы не скажем Господь я слышу тебя и то что ты говоришь Господь я сделаю давайте поднимем свои руки Господу примите Его Дух Святой вы святой народ вы царственное священство не вы избрали Иисуса Он избрал каждого из вас это то что Он сказал не вы меня избрали я вас избрал Иисус избрал каждого из нас чтобы мы приносили много плода тем самым мы сможем доказать миру что мы Его ученики Господь я прошу чтобы здесь высвободилось помазание быть солью и светом в этом мире помажь народ твой для того чтобы они работали для твоего царства служили ему Господь я благодарю тебя за то что ты призываешь кого-то в бизнес я благодарю тебя за то что ты призываешь женщин в сферу деловой активности спасибо тебе за родителей которые призваны тому чтобы воспитывать свою семью спасибо тебе за учителей которые призваны учить в помазании спасибо тебе за каждого человека которого ты призываешь у Бога есть личное призвание и цель для каждого человека я ободряю вас во имя Господа Дух Святой говорит вам присутствие Божье здесь верою верою примите это скажите Господу я принимаю это я принимаю твое призвание Господь излей свой дух на меня научи меня любить ближнего моего подними меня в этом помоги мне как я могу преуспеть в этом в том чтобы искать успехов в обращении к ближнему преуспевание я могу найти в том чтобы заботиться о нищих и ты высвободишь свои бесконечные ресурсы небесные ты зальешь их на меня когда я учусь любить своего ближнего когда я восполняю нужды людей которые возле меня которые не имеют того что ты уже дал мне еще раз сегодня вечером я прошу Господь чтобы ты запечатлел свое слово в сердцах народа твоего Господь не допусти чтобы какое-то слово твое упало не исполнившись Господь помоги чтобы мы сокрыли слово твое глубоко в наших сердцах потому что это слово со временем пустит корни в нашей жизни и слово Божье начнет прорастать в нас до тех пор пока мы не начнем приносить плод некоторые в тридцать раз другие в шестьдесят другие во сто крат Господь я провозглашаю плодоносие в этом царстве я провозглашаю Господь твое помазание помазание на созидание царствия небесного давайте будем благодарить Господу давайте поблагодарим Его за то что Он говорит нам спасибо тебе Иисусу спасибо тебе Господь спасибо Господи спасибо mie Аминь. Я хотел бы отпустить вас по домам. Вашим семьям. Я хочу, чтобы вы пошли с Божьим благословением. Тем не менее, несмотря на то, что еще не конец нашей конференции, у нас есть еще день. Для нас этот день был очень особенный. Вы ободрили нас. Вы обогатили нас. И я верю, что мы хотим благословить вас тем благословением, которое Господь заповедал священникам. Я попрошу пастора Владимира, чтобы он благословил вас этим благословением на еврите. И я переведу вам это на английский. Кто будет делать русский? Все, русский не так. Я верю, что он благословит вас, Господь, и сохранит вас. Да светит он вас своим лицом. Да будет он милостив к вам. Да обратит Господь к вам свое лицо. И даст вам его шалом. Во имя нашего Мессии Иисуса. Аминь. Боже славит вас, Господь. Увидимся завтра.